Я понимаю проблему финансовой ответственности в своей состоянии команды, футбольного клуба «Кубань». Я максимально прилагал усилий для того, чтобы эту проблему решить. Я решил вас всех собрать, чтобы представить нового нашего партнера футбольного клуба «Кубань». Это Мишель Литвак. И здесь я хочу заявить уже официально, после совместного с ним, что 75% футбольного клуба «Кубань» переходит к нему, 25% и 1% остается украй. Это блокирующий пакет, который не позволит никакому нашему партнеру, а я надеюсь, Мишель будет надолго принять решение о ликвидации, клуба «Кубань» это принципиальная позиция, футбольный клуб «Кубань» ни при каких обстоятельствах не может быть ликвидирован. Ни мы его создавали, ни нам принимать решение и никому принимать решение о ликвидации футбольного клуба «Кубань». То, что в футболе он видит бизнес, Мишель Литвак не скрывает, как и то, что в бизнесе разбирается неплохо. Про гражданина Бельгии, родившегося в Ленинграде, писали в «Форбсе». Его имя знают первые звезды Голливуда. Как кинопродюсер он снял больше 20 фильмов, один из них получил «Оскар». Компания «Атека», где Литвак – председатель Совета директоров, в свое время стала первой в России, где занимались железнодорожной перевозкой нефти и газа. В футбольном клубе основной задачей бизнесмен видит развитие детского спорта. У меня все-таки будет задача работать, начиная с самого начала. Сначала, я считаю, что надо подготовить новых игроков, детей. Вот здесь сохранить позиции и создать базу. Вот за это я берусь. И вот только тогда, может быть, чем-то гордиться, что у вас, у нас здесь будет чего-то реального, что вот мы что-то создали. Сколько я правильно понял, растите звезд. Правильно, совершенно верно. В том числе и с кубанской молодежи, и мальчишек-девчонок, что сегодня, конечно, необходимо и крайне важно в целом для самой молодежи. Вы в курсе, что Сочи может стать федеральной тренировочной базой для сборной России по футболу? Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Для города это очередное почетное звание, а вот повлияют ли грандиозные футбольные планы на развитие юных сочинских футболистов, откроются ли для них новые возможности? Эти вопросы мы адресуем директору новой спортивной школы по футболу Олегу Акулову. Олег Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, как говорят у нас в городе, для сочинских футболистов начались революционные перемены. В преддверии Кубка Конфедерации в Сочи открылась спортшкола по футболу. В чем ее отличие от остальных? Ну, должен сказать, что школа существует уже более четырех лет, и в этом году мы будем праздновать пятилетний юбилей. Наш центр был, теперь это школа по футболу номер 10. Безусловно, она оригинальна в том, что только один вид спорта в данной школе – это футбол. Ничем другим мы не занимаемся. И этим она и хороша. Дело в том, что вот несколько лет было принято такое решение назад загнать, что называется, извиняюсь за такое слово, всех тренеров в одно учреждение для того, чтобы сформировать и календари, и первенства по пяти возрастам основным, которые в городе Сочи проходят. И вот на сегодняшний день такая работа проведена, и с этого года мы, как вы уже сказали, новая, ну пусть будет новая тогда. С этого года у нас действительно произошла такая реорганизация, мы получили новое название, и увеличилось количество занимающихся, и в преддверии Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу мы сами понимаем, что сейчас только и дело, что будут говорить о футболе. Угу. Школа объединяет не только тренеров, но и футболистов всех возрастов. Это дети, юноши, взрослые, любители, профессионалы. Вот в связи с этим как построена работа школы? Ну, безусловно, она объединяет весь футбол на сегодняшний день в городе Сочи. Мы пришли к общему пониманию с Федерацией футбола города Сочи, которую возглавляет много лет Марусидз Геннадий Георгиевич. Мы объединились, что называется, собрались в один большой узел, связались, и теперь мы двигаемся все в одном направлении. Для чего? Для того, чтобы мы понимали, куда у нас растут дети, для чего мы это делаем и так далее. Вот, чтобы было понимание, мы на сегодняшний день первенство города Сочи по футболу, это в наших руках. То есть, центр наш по футболу, который мы уже выше сказали, он сегодня занимается полностью проведением первенства города по футболу по пяти возрастам. Но мы пошли дальше, и в этом году мы добавили еще два возраста. У нас в первенстве принимают участие совсем малыши, это 2008-2009 год, это мы дополнительно взяли на себя нагрузку, и вот в этом году и они у нас участвуют в первенстве города. То есть, у нас получается семь возрастов, которые принимают участие. Это более 60 команд города Сочи участвуют в данном первенстве. Это команды спортивных школ управления по образованию науки и команды спортивных школ, которые в городе открыты ИП, ОНО и так далее. Есть и предпринимательские, и детские клубы у нас в городе. Но на сегодняшний день мы всех их подвязали в один большой центр по футболу, и взрослый футбол любительский, КФК, сегодняшний день тоже у нас. Должен сказать, что несколько лет взрослый любительский футбол в городе Сочи, скажем так, не активно принимали участие наши любители по футболу в чемпионате взрослом. С этого года, когда мы объявили вот такую вот революцию в футболе, я вам должен сказать, что вот после последних совещаний при заместителе главы города, когда собрались в зале практически все люди, функционеры, которые в городе Сочи занимались футболом и занимаются, продолжают футболом. И у нас в этом году уже идет формирование, у нас на сегодняшний день заявилось уже 18 взрослых команд, если с учетом прошлого года их было всего 9. И это еще не предел. Я знаю, что вот сейчас у нас в стадии переговоров еще несколько команд, которые тоже хотят заявиться в взрослый футбол, и мы уже рассматриваем возможность вместе с федерацией сделать две лиги. Высшую лигу и первую лигу. Для того, чтобы команды послабее играли в первом дивизионе, команды посильнее в высшем. Здорово. Но повторюсь еще раз, что теперь футбол в Сочи будут играть по правилам 10-й спортшколы. Будет ли в организации этих соревнований участвовать городской бюджет? Безусловно. Мы никак бы не провели данное мероприятие, если бы не участвовал бюджет, но и школа, наше муниципальное бюджетное учреждение. Безусловно, нам очень помогает здесь и глава города, который вот, ну, во всяком случае, последние годы тенденции такие, что очень направленный и смотрит на то, что происходит. Я постоянно мне приходится объяснять, рассказывать, что с футболом в городе Сочи происходит, и это отчасти очень приятно. То, что нас сейчас так внимание обратили, ну, наверное, Кубок конфедерации и все остальное, все эти факторы, безусловно, влияют на нас. Но бюджет города Сочи, он распространяется не только на проведение первенства по футболу среди детских и юношеских команд. Также мы из бюджетных средств проводим, частично оплачиваем проведение взрослого любительского чемпионата, так как полей, к сожалению, у нас в муниципальном городе Сочи стандартных размеров, я подчеркну, практически нет, непрактически их нет. И нам приходится проводить первенства и чемпионаты на полях частной собственности или федеральной собственности или краевой собственности. Поэтому, так или иначе, хоть и небольшая, но аренда там есть. Поэтому вот в этом году мы еще на себе замкнули взрослый чемпионат и поля мы оплатим, аренду проведения чемпионата среди взрослых оплатим также весь наградной материал. И должен сказать, что в этом году впервые, наверное, если раньше мы проводили подведение итогов в конце каждого года в каких-то домах культуры нашего города, но не в каких-то хороших домах культуры нашего города, где вмещалось там 500, 400, 300 человек, то в этом году мы планируем провести подведение итогов в зимнем театре. То есть мы планируем собрать более тысячи наших детей для того, чтобы наградить, поздравить, пригласить артистов с концертной программой и так далее. Здорово. Как Вы уже сказали, толчок к развитию этому виду спорта дал предстоящему идеаль. К тому же в наследство чемпионата мира сущинские футболисты получат несколько футбольных полей. О каких площадках идет речь? Ну, речь идет не только о тех площадках, которые мы получим. Конечно, мы их получим по окончанию чемпионата мира в 2018 году, а это уже вот через год чуть-чуть больше. Мы очень рады этому событию. Но я должен сказать, что в этом году не без помощи губернатора Вениамина Ивановича и, должен сказать, председателя Федерации краевой перронка Ивана Санча, мы вошли при поддержке Министерства спорта Краснодарского окраина, мы вошли в программу. И по программе мы самостоятельно построим еще один стадион в городе Сочи по адресу улицы Челтенхема, аллея Челтенхема. По этому адресу мы тоже планируем построить новый стадион искусственный, с искусственной травой и стандартных размеров, на котором можно проводить также и международные матчи, он будет 105 на 68. То есть вот это то, что еще совместно с краевой администрацией город Сочи в 2018 году сделает самостоятельно. Ну и, конечно, мы ждем поля по адресу Адлерский район, улица Ленина Гоголя. На пересечении это два стадиона стандартных размеров, которые сегодняшний день с натуральной травой. Безусловно, они нам нужны. Но, конечно, тут для того, чтобы дети могли каждый день заниматься, нам больше, конечно, нужно искусственное покрытие. То, что на стадионе с натуральной травой не можешь его использовать каждый день. То есть ты сегодня потренируешься, завтра потренируешься, потом поле должно отдохнуть и так далее. А искусственный стадион ты можешь использовать два-три раза в день и один раз в неделю всего лишь его нужно там прочесать специальными щетками. То есть все они будут новые? Реконструировать ничего не планируется? Хостинский стадион под Хостинским мостом, который у нас ведомственное учреждение Министерства спорта Краснодарского края. Насколько я знаю, там запланирована реконструкция и ремонт министром спорта нашим Людмилой Александровной Черновой. Этому мы ждем. Но, безусловно, я должен сказать, что вот в этой связи Минспорта сегодня идет к нам навстречу и предоставляет нам безвозмездное Хостинский стадион, о котором я выше сказал. То есть мы и там в этом году будем проводить свои первенства и чемпионаты. То есть вот в этом плане со всех сторон у нас поддержка. Ну, отлично. А идет ли в городе речь о создании единой команды, сборной по футболу города Сочи? Ну, дело в том, что мы на сегодняшний день пока спортивная школа. Не говорю пока, но я надеюсь, что когда-нибудь в нашем городе все равно появится академия. Почему в городе Сочи, самой южной точки практически нашей страны, до сих пор нет ни академии по футболу, ни интерната по футболу. Хотя целесообразность этого есть, так как климатические условия позволяют нам заниматься на улице, подчеркиваю, на улице круглый год с учетом наших погодных условий и климатических. Я думаю, что когда-нибудь это появится и, безусловно, у нас будет какая-то команда, которая будет представлять наш город, нашего учреждения. Но сегодня дела обстоят так, что у нас в городе есть команда профессиональная. Это вторая лига, футбольный клуб Сочи, который вот сейчас очень довольно-таки неплохо выступает в чемпионате России зоны юг второй дивизион. И мы активно поддерживаем их. Наш центр заключили договор в совместное взаимодействие. Мы обслуживаем матчи нашими детьми, чтобы наши дети видели уровень другой футбола и было к чему стремиться. То есть вот такое соглашение у нас на сегодняшний день есть. Более того, мы футбольный клуб Сочи пятью возрастами будем представлять на чемпионате России. Пятью возрастами детей и тоже за счет бюджета футбольного клуба Сочи. И ко всему прочему, у ФК Сочи есть дублирующий состав? У ФК Сочи есть дублирующий состав, но он может у них и не быть. По регламенту РФС они не обязательно такое положение вещей, они могут его и не иметь. Но мы пришли к общему опять же с футбольным клубом Сочи, нашли взаимодействие, взаимопонимание. Дело в том, что вот дети, которые у нас на выходе, это группы УТ, которые уже 16 лет и старше, практически сегодня, происходив до сегодняшнего дня, происходило следующее. Мы выращивали детей, это пять возрастов детей. Когда они доходят до определенного возраста, 16-17 лет, наши дети, ну, кто-то должен заиграть в команде мастеров. Но большая часть, к сожалению, не заиграет в команде мастеров. И мы пришли к тому, что, безусловно, нужен такой вот дублирующий состав футбольного клуба Сочи, пусть он ни к чему не обязывающий. Но мы создали эту команду, и тренер сегодня у нас в школе Максимов Сергей Сергеевич, который с этой командой выступает в Кубке губернатора Краснодарского края, где вот мы уже провели три игры, но две, к сожалению, проиграли. Одну сейчас ничью мы сыграли на выезде с лидером. Я думаю, это как раз вот и будет толчок для наших ребят, чтобы почувствовать уверенность, дух победы, поскольку сыграли с реальным лидером данного первенства. Разумеется, это очень важно. То, что футбольный клуб Сочи действительно показывает хорошие результаты, всем уже заметно. Не так давно на самом стадионе Фишт наши принимали клуб из Волгограда. Так вот, уровень местного футбола позволяет соответствовать уровню футбольной столицы, как заявил вице-премьер? Вы знаете, раз вице-премьер заявил, наверное, позволяет. Я вам должен сказать, что футбольный клуб Сочи вот в этой конкретной игре с ротором на стадионе, где практически более 15 тысяч наших горожан собралось на этот матч, показали очень приличный футбол. Несмотря на результат 3-3, данная игра была просто хорошей. Ее можно назвать, ну, не знаю. Все, кто на этом матче был, действительно оценили и уровень команды. Я думаю, что на сегодняшний день они реально готовы выходить и в первый дивизион, и бороться потом за дальнейший выход в премьер-лигу, так называемый. Но должен также сказать, что в футбольном клубе Сочи на этой игре на стадионе Фишт первый гол забил Николай Георгобиани. Это тоже воспитанник нашей школы, нашего центра, тренер его детский Павел Кукуян и вот тот же Максимов Сергей Сергеевич. То есть вот Георгобиани на сегодняшний день по играм, которые мы смотрим за футбольным клубом Сочи, он действительно лидер этой команды. Ну, также там, конечно, есть местные ребята и Аркадий Калайджан, и Прус Альберт. То есть это вот те ребята, и ради которых, и из-за которых мы, что называется, и тренируем здесь наше подрастающее поколение, чтобы они в дальнейшем могли попасть в команду мастеров и продолжать уже свой какой-то такой футбольный путь с карьерой все выше-выше. Отлично, отрадно. А что касается самого стадиона, то Фишт принял уже три тестовых матча перед Кубком Конфедерации. Международные футбольные матчи для города – это, конечно же, знаковый момент. Но инфраструктура доказала свою состоятельность. Об этом говорили и рядовые болельщики. Отметили они и то, что у Сочи, конечно же, есть все шансы стать футбольной столицей. И вот предлагаю посмотреть видеосюжет о том, какая атмосфера царила на первом тестовом матче. Россия-Бельгия. Перед началом игры на стадионе торжественно открыли памятную стелу, посвященную предстоящим матчам Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. В церемонии участвовали официальные гости, а также посол Чемпионата мира 2018 Сергей Светлаков и официальный талисман мирового футбольного первенства «Волк Забивака». Этот стадион, который подарил нам прекрасные церемонии открытия зимних Олимпийских игр, закрытия паралимпийских игр, открытия и закрытия, здесь состоял отчетствования наших блистательной завершающей победы на Олимпийских играх. Сегодня мы его возвращаем в лоно футбола. И для нас это большой праздник. У нас в стране, на юге России, в этом замечательном парке Олимпийском появляется современный футбольный стадион. Мы находимся сегодня уже на легендарном стадионе. Легендарном стадионе нашей спортивной, новой, новейшей Олимпийской России. Я надеюсь, что сегодняшний стадион, сегодняшний матч продолжит вот эту славную традицию этого стадиона побеждать. Первая игра на обновленном стадионе «Фишт» прошла с полной загрузкой спортивного объекта. На исторический для Сочи матч за несколько дней было продано 40 тысяч билетов. Большинство болельщиков заранее прибыли на стадион, как это было рекомендовано местными властями. К началу матча трибуны были практически заполнены. Многие отмечали, что после реконструкции «Фишт» стал одной из лучших в мире футбольных арен. И при этом не утратил своего олимпийского звучания. Конечно, впечатляет. И реконструкция была на открытии Олимпиады. Совсем другой стадион. Такая массовая энергетика колоссальная. То есть мы приехали на соревнования с детьми. Зрители не только увидели захватывающий матч, но и протестировали основные сервисы стадиона – обходные группы, безопасность, организацию питания, навигацию. После реконструкции стадион по-прежнему отвечает всем нормам доступности для инвалидов. С этим согласна и Дарья Шведова, которая приехала на матч с супругом из Москвы. Говорит, сейчас с семьей принимают решение о переезде в Сочи. Мы именно поэтому и хотим думать о переезде сюда, потому что Сочи очень удобен для инвалидов. Это правда. Я приятно удивлена, потому что и при входе, хотя там очень много народу на нас пропустили, в определенном месте, где это было возможно, без очереди. И здесь все приятно помогают, волонтеры показали, где мы можем подняться. Тестировали в день матча и городскую инфраструктуру. Уже совсем скоро в Сочи пройдут матчи Кубка Конфедерации. Важна каждая деталь. Чтобы перевезти зрителей по маршруту Сочи, Олимпийский парк потребовалось 260 рейсовых автобусов, которые ходили до часа ночи. Допоздна работаем, до 12, до часа ночи. Таким же интервалом каждые пять минут ездим. Были введены и дополнительные ласточки, которые отправлялись каждые 15-20 минут. За три года с момента проведения Олимпийских игр в Сочи привыкли к внутригородскому железнодорожному транспорту и оценили его преимущества. Электричка у нас очень удобный вид транспорта с Олимпиады. Мы периодически посещаем все мероприятия именно на электричке, потому что ни пробок, ничего, времени вот 40 минут затратили. Мы давно не были на таких больших мероприятиях в нашем любимом парке Олимпийском. Поэтому сейчас такое настроение олимпийское вроде бы, потому что мы все это прожили и сейчас как будто бы заново. Работу общественного транспорта координировали в городском штабе. Здесь же следили за работой медицинских служб. Во время матча дежурили 20 бригад скорой помощи. Особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности, которую осуществляли сотрудники правоохранительных органов и казачества. Зрители матча в парке приветствовали городские волонтеры. Их легко было узнать по ярко-зеленым жилеткам и доброжелательным улыбкам. 300 добровольцев, в том числе волонтеры серебряного возраста, направляли зрительские потоки к стадиону и в обратном направлении. Работали и на парковках. Еще 200 федеральных добровольцев Оркомитета внутри стадиона. Мы являемся городскими волонтерами, которые направляют людей к стадиону, чтобы не забудились. Мы их встречаем, помогаем сориентироваться. Кстати, я должен сказать, что матч «Россия-Бельгия», затем была игра футбольный клуб «Сочи-Ротор». Следующая игра у нас был кубок, финал Кубка России, где «Локомотив» играл с «Уралом». Я должен сказать, что все эти матчи обслуживали дети нашей школы. Это подавальщики мячей, это вынос баннера, это вынос огромного мяча в центр поля. Это вывод команд. Безусловно, это самые маленькие дети. Здесь у нас же девочки принимали участие. На сегодня у нас пока нет тренеров по женскому, но это в перспективе. Мы планируем открыть отделение женского футбола. Но вот такие маленькие звездочки, девочки у нас выводили команды «Урал» и «Локомотив Москва». То есть мы сегодня со стадионом «Фишт» очень тесно сотрудничаем. И вот на Кубок Федерации я должен вам сказать, что уже 30 наших воспитанников будут обслуживать эти матчи. Сегодня ведутся переговоры у нас с РФС в стадии переговоров. Пока мы надеемся, что нам добавят количество детей, потому что 30 детей – это те, кто обслуживают, выводят. Есть еще некоторые моменты, где также нужны будут дети. Мы планируем, что это будет только наш центр. Но, безусловно, там есть договоры с крупными компаниями, которые уже заключили эти договора на вывод команд и так далее. Будем рассчитывать, что наши сочинцы все же пробьются. То, что Сочи может стать федеральной тренировочной базой для сборной России по футболу, заявил вице-премьер, повторюсь, также Виталий Мутко подчеркивает, что Краснодарский край в целом лучший по развитию массового спорта. Не так давно зампредседателя правительства побывал с инспекционным визитом в краевой столице. На строительной площадке сегодня побывал вице-премьер Виталий Мутко и губернатор края Вениамин Кондратьев. Все работы там были приостановлены из-за разногласий собственников. Однако перенос сроков окончания реконструкции больше недопустим, отметил Мутко. Ну, надо разблокировать и завершить тройку. Ну, то нам надо что-то... Вот знаете, самое главное же, пока мы выясняем отношения, остадают, в первую очередь, и спортсмены, и жители Краснодара. Конечно. В любом случае, у нас остальная задача в сентябре открыть ядро легкотическое, чтобы могли отпраздновать юбилей этого стадиона, прославленного стадиона. Здесь очень много выдающихся советских и российских спортсменов. С проверкой вице-премьер России и глава региона побывали также в Центре подготовки по плаванию и тренировочном зале гандбольных команд. После участники объезда оценили работы на стадионе «Кубань». Там сейчас ведется реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира. Футбольное поле будет одной из тренировочных баз для спортсменов. Масштабная стройка развернулась и в районе баскет-холла. После ее окончания в Краснодаре появится дворец водных видов спорта. По проекту предусмотрен большой бассейн для синхронного плавания и водного пола, а также вышка для прыжков до 10 метров. Здесь есть мощнейший спортивный кластер. Мы видим здесь, в общем-то, вложился край. И, конечно, это тяжелый такой большой объект, который требует свое завершение. Но договорились, что сейчас будет в течение месяца переосмыслено здесь. Вообще еще раз и сметная окончательная стоимость, и возможности края. И я думаю, что мы, может быть, во следующем году финансовым окажем поддержку для завершения этого объекта, как минимум, 18-19 год. По каждому строящемуся спортивному объекту было детально проработано механизм финансовой поддержки и дальнейшее завершение. И вот в эксплуатацию этих строительных объектов, что, хочу сказать, безусловно, позиция Виталийовича и моя совпадает там, где спорт, там жизнь. Там, где строительство спортивных объектов, там жизнь будущих краснодарцев и здоровое будущее, а может быть, и будущее высоких спортивных достижений. Проинспектировала делегация и темпы строительства учебной площадки Кубанского университета физической культуры. Там разместится поле для игры в футбол и регби, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков в длину и толкания ядра. Виталий Мутко отметил, что возможность тренироваться в этом спорткомплексе должна быть не только у студентов вуза, но и жителей ближайших микрорайонов. Власти края серьезно взялись за развитие спорта, и это правильно, ведь речь о наших детях. Вот такая краевая поддержка на местах чувствуется? Безусловно, чувствуется, и они же не только взялись. Наш край всегда был спортивной такой столицей нашей всей огромной страны, и тому подтверждение в этом году Краснодарский край стал самым спортивным регионом в Российской Федерации. Безусловно, очень много делалось и делается для всего, чтобы развивался спорт и футбол в частности. Я должен сказать, что вот перед матчем финала Кубка России, где Урал с Локомотивом встречались на стадионе Фишт, Виталий Леонтьевич с Вениамином Ивановичем приехали на детскую игру, что для нас было совершенной неожиданностью, и мы были чертовски рады такому событию. Виталий Леонтьевич вручил у нас Кубок победителю. Мы провели турнир, приуроченный к финалу Кубка России на стадионе Фишт, провели мини-турнир среди восьми команд. И вот победителю этого турнира Виталий Леонтьевич с Вениамином Ивановичем вручили огромный Кубок. Наши дети были безменно счастливы, мы много говорили, сфотографировались. Вениамин Иванович нам рассказал о перспективах дальнейших. То есть чувствуется поддержка края, огромная поддержка края. И смотрят, безусловно, смотрят. И Виталий Леонтьевич должен вам сказать, что о городе Сочи знает практически все. Если он всю жизнь человек в футболе был, я помню его президентом футбольного клуба «Зенит». Я к нему приезжал в эту команду на сборы, он меня лично приглашал. То есть вот такая была беседа дружеская, можно сказать, где Виталий Леонтьевич рассказал о каких-то проблемах, которые будут решаться так или иначе в нашем городе. Но то, что наш город, безусловно, одно из мест, где должно формироваться какое-то крупное спортивное мероприятие, событие и так далее. То есть мы должны формировать здесь сборные страны для выступлений в различных чемпионатах. Безусловно, без этого нельзя. И опять же, климатические условия нам позволяют круглогодично здесь заниматься спортом. Но вы говорили о том, что вам удалось и с губернатором побеседовать. Да, Вениамин Иванович начал задавать вопросы, как сейчас обстоят дела. Безусловно, я рассказал, что все у нас хорошо, что дети наши стремятся играть в футбол. Ему было интересно, где и как мы занимаемся. Мы это рассказали. Ну и, конечно, мы сказали, ждем. Ждем эти поля, которые нам уже пообещали. То есть это и в Адлерском районе две тренировочные площадки. Это вот стадион, который в программу вы вошли. Опять же, благодаря Вениамину Ивановичу, который поддержал нас в этом. И все эти заявки в программу мы вписали и вошли. Ну, безусловно, Людмила Александровна Чернова, ее инициатива была, чтобы в городе Сочи тоже появился такой стадион. Поскольку в программе оставалось, по-моему, всего два стадиона. И один из них достался городу Сочи. Это очень радостно. И мы так долго ждали свое поле. И вот мы его получим в 2018 году. Действительно, Сочи заслуживает этого. У нас в городе проходит масса турниров в памяти Гавриле Адди, Матревелли. Вообще, Сочи славен футбольными именами. Вот на сегодняшний день у нас есть такие достойные игроки? Ну, вот вы парочку уже назвали. Все-таки есть звездочки футбола. Есть. Есть у нас дети, которые на сегодняшний день уже показывают такой очень приличный футбол для своих 15-16 лет. Я надеюсь, что все-таки город Сочи начнет больше давать профессиональных футболистов для нашей страны. Вообще, вот как идея открытия вот этой академии, которой я грежу уже много лет, я думаю, что как раз именно Сочи и должен здесь заниматься подготовкой футболистов для команд 2-го дивизиона, 1-й дивизиона, премьер-лигии и сборной команды страны. Если вот взять опыт нашей страны времен СССР, то есть все это было. Были отдельные учреждения, был отдельный интернат, который не зависел от команды мастеров. Ростовский интернат возьмем, да, в пример. Сколько человек дал ростовский интернат, которые впоследствии играли в сборной СССР и сборной России. Сейчас начну пальцы загибать, не хватит двух рук. Ну и здорово. Олег Александрович, огромное вам спасибо за беседу и исчерпывающие ответы. Вообще ни за что. Футбол зовите всегда. Мы про футбол и днем, и ночью можем говорить. Отлично. Удачи вам, спортшколе и нашим футболистам. Спасибо большое. Напомню, гостем нашей студии был директор спортшколы по футболу номер 10 Олег Акулов. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok